По состоянию на 5 октября в Одесской области зарегистрировано 14 724 случая коронавирусной болезни, подтвержденные методом ПЦР. Инфографика по Украине представлена на слайде. В городе зарегистрировано 6 305 случаев коронавирусной болезни, из которых 235 пациентов находятся на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице. Все жители города. 45 пациентов находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации без ИВЛ, 8 пациентов на СИПАПе, 182 пациента в состоянии средней тяжести. Всего выздоровевших от коронавирусной болезни зарегистрировано 2722 человека, процент выздоровления в городе сегодня составляет 43,2%, по Украине 44,2%. По состоянию на 5 октября в городских лечебных учреждениях на стационарном лечении находится 625 пациентов с пневмонией, в инфекционной больнице находится 330 пациентов с пневмонией, в 5 ГКБ – 138 пациентов с пневмонией, 221 пациент с COVID-19 из числа жителей города проходят лечение на дому, находятся на самоизоляции, проводится регулярное контрольное тестирование всех пациентов. Всего летальных случаев за период эпидемии по области – 219, летальных случаев по учреждениям города – 93. Рост заболеваемости по COVID и госпитализация в инфекционную больницу приведены на слайде. Сводка по различным методикам диагностики следующая. В результате ИФА тестов произведено 30 702, из них иммуноглобулины М – 19 161, положительных результатов 994, иммуноглобулины G – 11 541, положительных результатов 683, тестов ПЦР – 20 659. Закончено проведение лабораторного обследования лицеистов военного лицея специалистами 5-й городской поликлиники. 149 отобранных лабораторных проб крови методом иммуноферментного анализа на иммуноглобулин М. Из общего числа обследований детей выявлено 4 положительных результата. Эти воспитанники находились в изоляторе лицея на самоизоляции в течение 14 дней под наблюдением медицинской службы военного лицея. Клинических проявлений коронавирусной болезни у этих детей не было выявлено. Также проведено лабораторное обследование 82 воспитанников физкультурного лицея «Олимпийц». У одного ребенка выявлен положительный анализ иммуноглобулина М. Он продолжает находиться на самоизоляции в домашних условиях. Остальные дети из этой группы находятся под динамическим наблюдением. Клинических проявлений и жалоб у детей нет. Тестирование студентов продолжается. Протестировано 6000 студентов. В городских лечебных учреждениях медицинская помощь больным с COVID оказывается городской клинической инфекционной больницей, городской больницы номер 5 на Лидерсовском бульваре, родильном доме номер 2, детской городской клинической больницы номер 3. И с 1-го 10-го открыто отделение на 30 коек в городской клинической больнице номер 1. В инфекционной больнице развернуто дополнительно за этот период 6 реанимационных коек в боксированном отделении 10, поскольку очень много тяжелых больных. И дополнительно развернуто 10 коек в ГКБ номер 5. По состоянию на 1 октября в городе развернуто 590 коек для лечения больных с COVID. Ведутся работы по подбору кадров для разворачивания дополнительных коек, предполагательных для лечения COVID-19. В настоящее время в больнице города Одессы организовано 189 коек с подключением к системе централизованного кислородообеспечения. Для выполнения требований обеспечения кислородом необходимо провести комплекс дополнительных мероприятий по устройству системы кислородообеспечения с установлением криоцилиндра в 8 больнице на 40 коекомест, а также ускорить работы по монтажу новой системы кислородообеспечения криоцилиндра ГКБ номер 1 и подключить дополнительных 40 коекомест. Пока то, что касается еврейской больницы, в проекте сейчас рассматривается закупка криоцилиндра на 2 и на 1 тонны в связи с техническими условиями. Но в настоящий момент сейчас по подключению кардиологического отделения кислородообеспечения сейчас туда выехали кислородчики, и они в течение недели готовы обеспечить это отделение кислородом. Там нужны незначительные средства, порядка 50 тысяч, чтобы этот вопрос закрыть. Пока будет идти то, что касается основных работ по основным криоцилиндрам, технические работы. Вот это можно за неделю сделать, вот они сейчас находятся, они только что мне позвонили. Так что этот вопрос будет в течение недели решен, то, что касается кардиологического отделения еврейской больницы. Значит, и в настоящий момент ведутся работы по проектированию, модернизации системы централизованного кислородообеспечения в 10-й ГКБ. В 10-й ГКБ начнет прием больных с COVID-19 8-9 числа. В настоящий момент ведутся подготовительные работы, инструктажи, разделение на зоны. Значит, это будет открыто 60 коек плюс 15 реанимационных. То есть мы действуем согласно плану городского штаба по обеспечению больных стационарным лечением. В связи с возможным прекращением поставок жидкого и газообразного кислорода для нужд учреждений здравоохранения Одессы со стороны снабжающей организации Департамент здравоохранения были проведены предварительные переговоры с производительным предприятием «Линзе ГАЗ Украины» по поставке кислорода, исходя из расчета общего потребления больниц города Одессы. И мы получили положительный ответ. В родильном доме номер 2 размещаются беременные женщины с подозритием на COVID-19. Подтвержденный COVID у 4 пациенток, 3 жительницы Одессы, 1 жительница области. В детской больнице номер 3 размещаются дети с подозрением на COVID-19. Всего 7 детей находятся в настоящий момент в третьей детской больнице. Продолжает работа 5 городских мобильных бригад центра неотложной помощи для проведения тестирования на дому быстрыми тестами. Бригадами за весь период проведено 8206 тестирований на COVID-19. За последнюю неделю ПЦР-тестов 294. По состоянию на 5-е и 10-е с начала карантина под наблюдением семейных врачей в центрах первичной медико-санитарной помощи находится 5 543 человека, из которых закончили наблюдение 4 181 человек. По состоянию на 5 октября материальную помощь получили 58 медицинских работников, переболевших COVID-19 и семья одного умершего доктора. Значит, 10 тысяч гривен по решению сессии городского совета. В городских лечебных учреждениях на территории города заболело 167 медицинских работников. После выздоровления документы будут направлены в отношении остальных сотрудников. Продолжается работа по оздоровлению медицинских работников, переболевших COVID-19. По ранее достигнутой договоренности с руководством санатория имени Горького, в октябре и ноябре этого года пройдут оздоровления 16 медицинских работников на безоплатной основе. В пятницу 2 октября было проведено аппаратное совещание в онлайн-режиме с учреждениями первого уровня по совершенствованию работы с COVID-19 и реализации обновленных стандартов оказания медицинской помощи по приказу от 17.09.2020 года. Спасибо за внимание.